Классно работал для небольших плагинов. Эти небольшие плагины создали три функции, один колбайк и все. И как бы сделать это все, написать на Swift, на Objective-C, на C, потом на Unity и потом еще раз на Unity, уже объектно-ориентирован в Unity. Ну, достаточно легко, у нас было много времени, окей. И тут мне нужно сделать 30 функций для одного только экрана. И я понимаю, мы не успеем, мы ничего не успеем, ребята, что такое, что нам надо, какая-то паника начинается. Тут ко мне подходит наш архитектор и говорит, попробуй JSON. Я такой, какой JSON, подожди, у нас тут несколько запросов в секунду, оно все ляжет, боже, ты что такое, говоришь? Он говорит, если все ляжет, скажет, что это я. Окей. И я понеслась. Значит, здесь я взял, очень чем помог мне, собственно, фреймворь здесь. Я взял, выкинул старый, оставил вот эти свифтовые протокольчики и, собственно, взял и реализовал сервизацию команд. В итоге одна команда обворачивалась в JSON, то есть реализовалась три раза здесь, разворачивалась три раза здесь и потом, чтобы дать ответ, понятно, она тоже три раза заворачивалась здесь и здесь. Почему три раза? Вот. А при нем 17 минут несколько. Никто ничего не заметил, все отлично. Батарейка не садилась, пользователи были happy, все happy, заказчику тоже зашло. И мы получили огромные преимущества, потому что теперь вместо того, чтобы менять пять на пяти уровнях, копипастить ровное количество кода, нам приходилось добавлять только парочку маленьких файлов. Один здесь, другой здесь, которые просто вот этот протокол общения оформляли, охарактеризовывали. Вот. И клей. Тут, в принципе, особой логики такой страшной не было, но здесь была навигация. То есть клей брал, работал с бизнес-логикой, работал с UI, просто на уровне таких очень высоких абстракций. Тут скрин, тут у нас инстанс бизнес-логики. Он дружил и потом бушил в навигацию вот сюда. И все это мы смогли поставить, так сказать, на поток. Все было прекрасно, но это все-таки хотелось как-то автоматизировать, и автоматизация была, ну, такая себе. Значит, в чем прикол? Здесь был баш. Он связывал C-шаркные скрипты с фастлейном, потому что мы умели патчить их сколько в фастлейнх. Вот. И в итоге вот эти скрипты нас сильно напутали, и мы даже от них отказывались. Вот. В итоге все дошло до того, что нам пришлось отдать одного человека на то, чтобы он постоянно сидел и это все собирал. Собирал, проверял и пушил в фабрик. И мы поняли, что это ужасно. А на самом деле помощь пришла из очень такого неожиданного места. Unity. Оказывается, у них C-шаркные скрипты умеют патчить Xcode. Отлично. Мы смогли выкинуть баш в принципе. Чертям. До свидания. И под шумок мы смогли еще прикрутить CocoCode. То есть, представьте себе, у нас Unity, у него свой проект. У нас есть еще три маленьких проектика с библиотечками под UI. Вот эти штучки мы превратили в коды и смогли подключить к Unity коды. Ну, как под это, собственно. Они поддерживают это. То есть, они прям сразу туда добавляют еще под файл и проконяют код install. Вот. И это реально было круто, потому что теперь нам не приходилось копировать в Unity бинарники, а просто брать и обновлять семантическую версию нашего UI. Вот. И как бонус у нас появились девелопент-коды. Это просто классная штука. Теперь вместо того, чтобы перекидывать эти проекты для того, чтобы дебажить наши библиотечки, вместо того, чтобы их перекидывать в Unity проект, мы опять-таки в подфайле указываем путь к нашему проекту с библиотечками. И когда держится код install, вы меняете, к примеру, вам нужно что-то там подфиксить. Прямо в этом, с расхода своего кода вы меняете что-то, и это отображается прямо в вашем репозитории с оригинальными вашими библиотечками. Очень удобно. Ладно, не пробуйте туда добавить файл. Файл остается в Unity в итоге. Вот. Пару слов о том, как мы это тестили. Значит, еще во времена старых логинов у нас с каждым логином была еще приложенница. Маленькое приложение, собственно, вот оно и работает здесь. Это приложение, к примеру, оно тестит date picker. Они захотели от нас date picker, и у нас есть две кнопочки. Show date picker и happy picker. Вот. И нам это очень понравилось. Главным обязательным условием было то, чтобы проверить на нативном приложении перед тем, как строить в Unity. Нам это очень понравилось, и мы это сделали на нашем UI-плагине, а именно для UI-библиотеки, где мы разрабатывали скрины. Вы можете увидеть здесь табличку, в которой есть название тест-сценариев. Это такой инстанс, который наполнял наш view-контроллер через data-driven интерфейс данными. И показывал его на экране в заполненном виде. Таким образом, можно упражнять этот скрин, попробовать, как его там работает. И в итоге мы даже смогли его покрыть UI-тестами и snapshot-тестами. Реально очень удобно. Особенно, когда вам приходится сожительствовать с таким ужасным зверем, как Unity. И собирать каждый раз Unity – это, извините меня, для того, чтобы потестить. Ну и небольшие промежуточные выводы сделаем. На мой взгляд, где оно лучше всего подходит. Оно очень классно для больших проектов, где у вас есть абстрактные уровни. Бизнес-логика, презентация в смысле навигация и UI-ка. Таким образом, мы горизонтально разбиваем наш проект. Ну а также оно подходит и для небольших, ну таких вот средних проектов, где у вас есть фичи, которые вы интервьющите каждой фичи с новой библиотечкой. В принципе, их можно еще мышить, то есть совмещать, чтобы у нас, к примеру, там, если вам надо, каждый скрин – это библиотека, и там есть уровень навигации и бизнес-логики. Но я не рекомендую это использовать для небольших проектов. У вас и так немного кода. Зачем вам это разделение отсутствует? Нет смысла. Среди преимуществ – это разделение кода отсутствует. Главное преимущество и namespace, наконец-то, internal перестает быть таким же, как паблик, а open теперь работает как open, а не как паблик. То есть у нас все раньше было паблик, теперь у нас есть internal и open. Из-за этого у нас дизайн лучше, потому что у нас, если появились разделения, нам теперь надо думать, как правильно распределить все обязанности в коде, чтобы оно шло через один между модулями. Дальше. И для любителей test-driven development Xcode будет комплинировать только то, что вы поменяли. То есть если вы делаете тест через test-driven development разработку, вам очень важно, чтобы тесты прогонялись очень быстро, несколько секунд, до 10 секунд или до 10, это многовато. Теперь, когда у вас есть модульчики маленькие, когда вы поменяли маленький модульчик, он будет комплинировать только этот модульчик и тестить тоже его. И, конечно же, вы можете пойти в open source. У нас были приватные поты, но никто нам не запрещал взять и написать паблик. Я не комплинировал коды, но, в общем, это очень было бы просто сделать, если бы не захотели. Но хорошее выступление не обойдется без недостатков. Средний недостатков, конечно же, структура становится сложнее, CI-ка ваша становится тоже сложнее, потому что у вас теперь несколько элементов. Особенно это может быть актуально для проектов, где у вас несколько репозиториев, но, в принципе, я себе не представляю, как вы на несколько репозиториях соберете один проект без модульности. Image Not Found и различные подобные вещи. Теперь вам придется с ними бороться и разобраться, наконец-то, как работают статические, динамические, теперь еще XC-фреймворки и Packet. Так же я читал в одной статье, что у вас теперь проявляется много конфликтов в PBX Proge, но это решается тем, что вы просто создаете разные проекты, вот, каждый библиотечку, все, профит. Ну, в принципе, все концы, которые я смог выписать из своего опыта. Вот, так же я хотел вам показать небольшую демку. Секунду, сейчас я сделаю мирринг. Будет небольшой проектик, где... Так, вот, есть у нас вот такой проект. Можно Command Plus. Да, да, секунду, да, я согласен. Можно Command Plus. Вот, хорошо. Работает? Нет, работает, работает. Вот. Это небольшое приложение. Сейчас оно запустится. Живи. Да, ну, друзья, это какое-то данное. Это данные IoT-систем. Вот, есть система Тома. У него есть heating cooling pool со своими деталями, с температурами и так далее. Есть система Владимира с nuclear reactor, где можно посмотреть различные там тоже показатели. Вот. Небольшое приложение. Вот. И оно использует подик. В двух словах, как оно работает. У нас есть хейстег, это бизнес-логика, можно так сказать. наружит из сети что-то. А, по-моему, я даже не буду заходить. Несколько экранчиков. Так. Как это сделать? Давайте я сделаю. Скейл. Ага. Так не получится. Что-то мне нравится. Ну, по-моему, 820. О. На факте будет лучше видно, я думаю. Ну, незначительно, но главное, что лучше. Да. Есть разные экраны, есть у нас также в одном экране трактор презента и роутер для него. О, я нажал на storyboard. О. Прошу прощения. Да. О. Хух. Да надо в цитаты, Антон. О, я нажал на storyboard. С 30-ти тайм. Вот. И во сетах ничего. Вот. Есть кодик. Я уже о нем говорил. Но код файл выглядит вот так. В принципе, проект небольшой. И можно было сказать, что, Антон, ты же сам предлагал, что в небольших проектах это не стоит применять. Но я же хочу вам что-то показать. Вот. А большой мне не дает НДА показать. Вот. Поэтому я покажу вам, как я его полифакторил. Вот. Так. Сейчас это закроем. Под модульность. Нет. Почему-то она не захотела. Секунду. Отлично. Значит, начнем с кода. Код стал чуть-чуть сложнее. Да. Тут понятно тоже. Это структура проекта усложнилась, и код стал сложнее. Наш кинг-фишер используется в таргете UI. И обратите внимание, что в самом приложении тоже. Приложение называется data-driven UI-demo, собственно. Сюда оно тоже добавляется. Потому что наш фреймворк должен быть в хост апке. Ну, мы можем увидеть, что апка сама очень похудела. В ней остались только такие склеивающие вещи, как, ну, там, в иерархии более high-level интерактор, презент и роутер. И UI-ка улетела сюда. Логика. Ну, логика у нас один файл был. Вот, собственно, ассеты у нас также можно их убирать тоже в UI-ку, но учтите, что теперь у нас… Я, наверное, в презентации забыл вам кое-что показать, про ассеты еще рассказать. Да, я пропустил вот этот вот пункт про ассеты. Собственно, ассеты – это последнее, что я хотел сказать. Значит, ресурсы могут оказаться не в мейн-бандле. То есть у нас есть такая замечательная вещь, которую некоторое время назад Xcode начал поддерживать, что можно перекинуть ресурсы, и картиночка сразу там будет, и трекинг-кроком. А это не будет работать, он работает через мейн-бандл. Но ничего страшного, когда мы, к примеру, создаем storyboard, мы передаем бандл NEO, как правило. Тут мы будем передавать бандл с определенным идентификатором, и это можно тоже забрабить в какой-то helper, и вот практически не будет изменить никаких проблем. Собственно, демку я уже показал. Какие-либо вопросы, может быть, от вас, ребята? Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Руки поднятые руки, Настя. О, это что-то будет... Ничего такого. А, похоже, точно так же работает с SPM, да? Со своих пекажментов? В принципе, что поменялось? Ну, что поменялось? Я специально, когда ехал сюда, посмотрел VVDC-шечку про SPM-чек, вот, и про пекажи. И я думал, вот, конечно, я теперь демку буду показывать на них, потому что это же теперь новая классная тема от Apple. И, в принципе, ничего не поменялось. Да, там тоже создается проект, только он теперь называется не в данном фрейме, а package. И его теперь можно очень красиво, без входов, шедить между проектами. Но, есть одно но, о котором они в конце так сказали. Он не умеет инкапсулировать какие-либо ресурсы. То есть, если у вас есть картинка, файлы и так далее, забудьте об этом. Во всяком случае, пока что. Они очень серьезно просили комьюнити, помогите нам это заинтересовать как можно быстрее. Так что, да, оно очень важно. Еще какие-нибудь вопросы? Как будто все знают, что такое выглядит, да? Окей, хорошо. Если нет вопросов, спасибо большое, Антон. Спасибо. Спасибо. Аплодисменты. У нас есть какие-то вопросы? Аплодисменты. Эксперт-эксперт-эксперт-эксперт-эксперт-эксперт-эксперт Продолжение следует...